Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как работать ножницами. У нас есть простые механические ножницы и вот электроножницы. Электроножницами работать очень просто. И особенность такая, что электроножницами можно работать как по жести, и как по металлу. Ну вот, посмотрим, значит, жесть очень тонкая. Пробуем резать. Но, будем говорить, что режет ровно, без усилий, хорошо. Вот этот, как пример, вот по жести. И вот по металлу. Металл, значит, и вот этот металл где-то около миллиметра, около миллиметра. Я наднецами этими резал. Ну, до трех миллиметров, три миллиметра режу. Значит, что для начала, что делается разметка? Просто берется, значит, как говорится, если металл темным, желательно светлым, значит, разметку делать. Можно, значит, чертилкой, можно любым острым предметом. Если темным, можно от крандашов. Вот мы, допустим, разделаем разметочку. Здесь вот из этого металла мы будем делать впоследствии уголки, крепежные уголки. Ну, чтобы и показать, и в то же время, чтобы пошло в дело. Вот. Берем разметку на глаз и начинаем резать. Можно немножко с упора делать, так полегче. Вот. Вот. Готово. Быстро, хорошо, удобно. Но, как говорится, не у всех имеется электронозис. А где-то что-то надо. Значит, по жесте можно работать простыми ножницами. Вот это ножницы, будем говорить, что еще с периода Советского Союза, когда были, вот такие ножницы. Немножко поджавели, но ничего страшного. Видите, что ножницы, они соединяются здесь вот непосредственно болтом. Для того, чтобы их поправить, поточить, надо их разъединить. Разъединили, используем простой нождачок. И здесь вот видно, значит, направление зеркала заточки. Поэтому зеркало заточки, значит, поправляем ножницы. Если, допустим, ржавчина на ней, значит, или там какие-то вмятины. Вот, надо поправить. Включаем нождачок. И самый, значит, бюджетный, простой, дешевый ножничок. И вот, поэтому зеркало поправляем. Ну вот, видите, очень получилось хорошо. Ну и вторую тоже, вторую часть. Просто когда на длительное хранение оставлять, надо их смазывать. Тогда будет лучше. Вот, значит, после этого, что соединяем снова, значит, болтом. С одной стороны здесь резьбы нет, а с другой стороны резьба нет. Вот, соединяем, значит, их. И настраиваем таким образом, чтобы было небольшое соприкосновение. И в то же время они легко открывались. Вот, видите, пока здесь еще. Вот, вот уже начинает резать, хорошо. Так, и после этого, вот здесь, значит, гаечкой законтрагаем. Ну, это, может быть, с одного раза не получится. Придется, значит, там ослабить, проверить в работе. Ну, вот, посмотрим. Посмотрим. Ключом поддерживаем. И делаем. Так, сейчас не затягиваем, только пробуем сначала. Вот, маленько, маленько надо добавить. Вот сюда. Смотрим. И натуго не надо. Так. Ну, этими ножницами, прямо скажем, что-то давно не работало. Вот. Упс. Надо еще добавить чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот уже начинает резаться. Вы видите, после затачки я практически не поправлял, ничего такого. Затащил сразу. Для металла это будет нормально. Так, еще чуть-чуть. Вот, можно, маленько, самую малость. Самую малость. И здесь уже надо ящик подтянуть. Подтяк, подтягиваем ее. Подбавата немножко. Ну, пойдет. Вот, пойдет. Позже это вот ножницы, значит, подключили. Берем разметка. Разметка, желательно, не применяется. Такая линейка, вот, большой, маленькой. Сколько надо. Нам вот такие вот полоски пригодятся. Вот, какую полоску и разметим. Вот, возьмем пару полосок. Раз. Вот, два. Два. Значит, желательно, конечно, немножко с упора. Вот, лучше с упора делать это делать. Ну, вот, режем. Ну, вот, что неудобно в этих старых механических ножницах. То есть, видите, вот, ход, получается, туда нажали, обратно надо их открывать. Значит, что я сделал. Видите, вот, простые ножницы тоже. Сюда нашел пружину, поставил ее, закрепил проволокой. Видите, уже получается обратный ход за счет пружины. Вот новые ножницы уже такие продаются. Ну, вот, видите, значит, пробуем, значит, с пружиной. Тоже, видите, упираясь сюда, и вот. Вот, с пружиной уже, будем говорить, что так, резать веселее. Веселее, лучше. И вот такая особенность, такая хитрость может привести механическими ножницами. То, вот, когда вы режете металл, когда режете металл, вот здесь направление зеркала, значит, непосредственно заточки, значит, не надо ставить ровно, можно немножко, значит, взять по зеркалу заточки, и оно тогда будет лучше резать, легче и проще, видите, вот. И здесь вот я, когда режу, значит, я упираю один, один конец, упираю в упор, и тоже будет полегче резать. Ну, еще особенность в работе механическими ножницами, можно сделать следующим образом. Значит, когда много режете, допустим, взяли простые тисочки. Вот, простые тисочки берете, чуть-чуть можно поближе, вот, зажимаете, ну, как получится было. Допустим, вот так вот зажимаете. Раз, зажали. После этого маленькое приспособление, то есть, взяли трубочку, трубочку, значит, вставили в ручку, получается упор больше, упор больше, резать проще и легче. Вот, видите, вот с упором, с упором уже тот же самый металл, тот же металл, режется легче, но единственное, что надо потуже зажать. Тисочки маленькие, но есть большие, просто, на маленьких, вот, видите, режется гораздо лучше. И если, допустим, большие объемы нарезания надо, то лучше струкнуть. Вот, очень просто. Значит, как говорится, перед началом работы посмотрели ножницы, если есть необходимость, значит, их поправили, подточили, значит. После этого, если есть желание, значит, усовершенствовали их, вот видите, пружину поставили, уже легче работать. Нашли другую трубочку, видите, трубочка небольшая, вот, одевается, вот, очень хорошо. Все удобно, хорошо. Ну, все, режьте ножницами, выполняйте мелкие работы. До новых встреч!